Я смотрю Спиридонова, я смотрю Женю Черника, интервьюер очень прикольный. Я очень люблю блог Primitive Technologies, вот про камбоджийских чуваков, которые живут в лесу, ставят всякие ловушки на крокодилов и змей, там воруют яйца у орла и потом дерутся с орлом. И говорят, просто вообще космическая какая-то совершенно другая жизнь. Ты говоришь, что 100% эффективна реклама у блогеров, особенно если одновременно их уста микроблогеров. То есть сразу много охвата делать. Вот расскажи, какие были примеры использования, почему ты так вот это позитивно относишься к такому инструменту, как реклама у блогеров. Очень много людей очень неправильно закупают рекламу у блогеров. То есть они не делают предварительно глубокий анализ аудитории, которая этих блогеров тусуется. То есть, например, я там всегда на всех конфах, когда рассказываю про блогеров, говорю типичную историю, какой-нибудь бренд-менеджер бьюти-компании, который рекламирует какую-нибудь косметику, там, не знаю, блеск для губ, размещается у 21-летней модели, да, у 21-летней модели 80% подписчиков – это чуваки из Орана. Вот, как бы так бюджет рекламный уходит на то, чтобы совершенно другие люди, не целевая аудитория смотрела этот контент. Поэтому всегда работа с блогерами – это такой очень ручной процесс, и нужно очень плотно, когда даже вы размещаетесь у микроинфлюенсеров, анализировать, кто комментирует у них, являются ли эти комментаторы целевой аудиторией по-настоящему, то есть и по гео, и по самому типу личности, и вообще потому, что они пишут. Это прям большой такой трудоемкий процесс. У микроблогеров, у них, как правило, они не избалованы, во-первых, они чаще соглашаются на бартер, и у них за счет того, что они все-таки еще не блогеры, у них процент контента, который они видят, больше, чем у больших. Процент людей, которые видят их контент, он больше, чем у больших блогеров. И плюс у больших блогеров, как правило, очень много ботов. И у мелких блогеров гораздо легче это вычленить. То количество, которое он накрутил, против количества активной аудитории, как раз таки по соотношению количества комментариев к количеству фолловеров. То есть, у микроблогеров легче определить накрученные боты. Почему? Потому что у всех больших блогеров плюс-минус одинаковый engagement rate. У них 3 миллиона подписчиков, 100 тысяч лайков и тысяча комментариев. У всех сумма приблизительно одинаковая, а у мелких сразу видно, где накрученные комментарии, где накрученные лайки и так далее. У мелких аудитория не пропенетрирована рекламными месседжами. Они доверяют им больше как совет от друга, нежели как совет от селеба, который постоянно уже всех задолбал своими интеграциями. Если мы говорим про небольших блогеров от 10 тысяч человек, то у них в сторис можно размещать ссылку и промечать трафик. Соответственно, можно с ними мутить механики, когда ты сначала делаешь несколько флайтов по фиксу, а потом потихоньку переходишь на CPA. Сейчас поподробнее. Блогер с ним договариваешься, что ты размещаешь на ютубе, представим. Я сейчас про инстаграм, кстати, говорил. Блогер в инстаграме публикует какое-то сообщение или ролик нашего бренда, скажем, от компании. При этом мы размещаем там ссылку. Где? В сторис. Он может зашить ссылку в сторис промеченную. И мы наблюдаем, сколько было переходов по этой ссылке для того, чтобы отследить… Ага. 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 Дальше мы по цепочке смотрим аналитики. То есть вот пришло с инстаграма. В течение пяти дней, когда мы разместили рекламу столько-то, столько-то. Вначале договариваемся с блогером на определенный фикс. Если… А потом уже понимая, что он дает по кликам и продажам, уже… Давай, если у нас будем держаться в той же колее, или ты улучшишь интеграцию, будем получать больше. Да. Самое главное, мы прозрачно какой-нибудь дэшборд сделать, где бы он на сто процентов был уверен, что вот такой-то пост принес ему столько-то денег. Вот. А после этого, когда у него есть такой инструмент, он понимает, что он может свой социальный капитал трансформировать в, собственно, деньги и видит, как это происходит. Вот тогда он на это соглашается. Ну вот сейчас такой вопрос возникает. Подбор блогеров. Что делать? Как? Потому что можно, вот ты говоришь, вручную. Мы тоже, кстати, выступаем за этот метод. Лучше набрать нам вот эту базу, которую мы будем потом долгое время использовать. Но с другой стороны, говорят, но есть же вот сервисы. Можно самостоятельно там все посмотреть, все заказать. Почему? Почему вручную? Вручную, значит, это просто, допустим, используешь один сервис для того, какую-нибудь платформу или доску блогеров, для того, чтобы отобрать себе нужных блогеров, там, например, LabelUp. Вот. И там дальше уже сам идешь по хэштегам, по тем, на кого эти блогеры подписаны, добираешь как бы себе в список. Вот. А просто, блин, если честно, блогерские платформы очень мало дают value. Вот. То есть они, по сути, как бы являются какой-то лишней прослойкой зачастую. Вот. Они хорошо работают тогда, когда тебе нужно распространить что-то быстро. Например, там какой-нибудь товар по бартеру. Вот. Но, как бы, такого, такого, такого прям супер value я не видел, чтобы они пока давали. Я знаю, что пилятся крутые достаточно продукты. Вот. Я знаю, что есть AdHive. Вот. Вот. Они очень сейчас плотно заморачиваются над продуктом. Это как раз таки ребята, которые пилят продукт для блогеров на AI. Вот. И там они, в том числе, будут удалять всем перекрестные аудитории. Они будут еще много всего делать прикольного. Я пока не могу говорить о том, что они будут делать. И есть прикольные ребята, если говорить о том, кто прям выделяется на рынке. Это Incense Pro. Вот. Это ребята, которые объединяют блогеров и таргетированную рекламу. Вот. Они очень крутые. Они очень крутые, потому что они прям помогают, условно, разместиться у блогера и сразу же начать рекламироваться с его креативом через интерфейс Facebook Target. Ну, и Instagram, соответственно. Мы размещаем пост у блогера и сразу же этот пост рекламируем в таргетинге. Да. Пошагово. Значит, где искать вообще можно блогеров все-таки? Я обычно ищу через LabelUp, отсортировываю, далее смотрю, на кого подписаны блогеры, которые являются моей целевой аудиторией, смотрю, у которых точнее есть моя целевая аудитория, смотрю опинин лидеров, плюс добавляю поиск по хэштегам, ну и через LiveDune. Ну, я бы рекомендовал, во-первых, начинать минимум от 10 тысяч человек и начинать размещение исключительно в Instagram Stories, чтобы ты мог точно абсолютно определить выхлоп от блогера. Идеально, если твоя целевая аудитория – это мамочки, потому что там в Instagram безумное количество мамочек, вот, и причем все достаточно неплохо отрабатывают там, с точки зрения стоимости привлечения. Что значит надо сделать? Взял сервис, там типа LabelUp или LiveDune отсортировал, там по типу контента, по геолокации блогеров, которые потенциально тебе интересно дали, посмотрел, а вот там последние шесть-десять постов, и проваливаешься в комментарии, смотришь, чтобы там не было трэша, типа там взаимные подписки, там меня уволили из Burger Кинга, там всякая такая хрень, и проваливаешься в каждого комментирующего, смотришь, является ли он твоей целевой аудиторией. Вот, соответственно, если да, то если таких больше, чем там 60-70 процентов, то можно размещаться. Очень важно информировать службу поддержки всегда о том, что вы размещаетесь у блогера и повторный ремайндер делать там в день размещения, потому что там пост, где работает служба поддержки, то есть допродает в комментариях, работает лучше, чем пост, где службы поддержки нет в десять раз, вот мы прям замеряли специально, вот поэтому обязательно нужен человек и служба поддержки или там сейлз юнита, который будет в комментариях допродавать ваш продукт, собирать фидбэк клиентский, вот и так далее. То есть вот, если мы разместили у блогера рекламу, самая большая ошибка, что мы можем забыть с ней работать дальше. Так все делают, на самом деле это ужасно, потому что это реально прям прямое выкидывание бюджета. Плюс еще обязательно с блогером, если вы договариваетесь с ним на какую-то интеграцию, обязательно снимите еще с ним видосик для того, чтобы в таргетированной рекламе использовать, например, если к тому же этот блогер все-таки имеет какую-то известность, но лишним креатив вам точно не будет, а для кого-то конверсия, конверсия креатива вырастет, потому что он знает этого человека. То есть мы делаем у него рекламный пост, то есть он что-то рассказывает и дополнительно мы просят, а можешь записать коротко то-то, чтобы использовать таргетирование, для короткого версии. Да, для тизера типа. И можно еще дополнительно, на самом деле, если там аудитория Москва-Питер платежеспособная, дополнительно посеять пост в телеграм-каналах, достаточно дешево сейчас и там достаточно хорошие конверсии. Интересная тема насчет силы бартера, то есть какие-то были интересные случаи, когда мы, если создали стартап и проект, мы можем отдать каким-нибудь блогерам на 2-3 тысячи человек свой продукт, чтобы они его протестили и дали обратную связь. Причем интересно, эта обратная связь может быть в виде видеоролика, который они размещают у себя или как. Вот что-то такое были, какие-то кейсы интересные. Для того, чтобы вывести продукт на рынок, например, если мы говорим про стартапы, есть очень хороший способ это использовать микро-инфлюенсеров в Фейсбуке. Отсортировывайте людей, у которых там больше 2-3 тысяч подписчиков, для этого нужно взять одного какого-нибудь блогера крупного, мелкого, крупного точнее, посмотреть кто у него в друзьях, отсортировать тех, у кого больше 2-3 тысяч подписчиков и выйти к ним с предложением бартера в обмен на честный фидбэк. И дальше, собственно, отписывайте им сообщения всем, договаривайтесь с ними о бартере, проверяйте их посты. И, во-первых, сразу же внутри Фейсбука того же самого создаете ореол того, что продукт суперпопулярный, потому что когда ты видишь пост от троих людей в Фейсбуке обычно, ты думаешь, что продукт супермодный. Вот там уже журналисты начинают подключаться, статьи про тебя пишут и так далее. Плюс это удешевляет стоимость рекламы в Фейсбуке, которую ты запускаешь потом. То есть ты прогреваешь тем самым аудиторию, как бы первый барьер у нее. Убираешь и запустив дальше рекламную кампанию в Фейсбук, у нее будут, скорее всего, очень хорошие результаты. Вот мы прям замеряли. Если ты просто начинаешь рекламировать свой новый какой-то продукт, то у тебя результат может быть в десять раз хуже, чем если бы ты его рекламировал после того, как сделал такой большой вброс через микролидеров мнений. Что мы предлагаем по бартеру? Какие продукты? Какие примеры были? Бесплатная замена резины, отбеливание зубов, уборки, маникюр, баллы каршерингов, ящик вина от Invisible, когда рекламировали один из банков. Вот это да. Есть у тебя сложный продукт, который ты не можешь дать бартером. Мало ли ты рекламируешь какой-нибудь супер дорогие дроны за двадцать тысяч, то ящик вина от Invisible отлично работает. Когда реклама у блогеров очень часто плавает в голове, а что значит реклама? То ли это блогер просто где-то упомянет как-то о компании, или услуге, или продукте, может быть органически, может неорганически это проконтролировать. Может быть мы просто ему скажем, что он будет говорить, а может быть мы там скинем ему ролик, который он разместит. Вот какие форматы есть в встраивании, в том числе и с использованием видео, и какие чаще используете? Лучше всего работает, конечно, когда у тебя полноценная интеграция внутрь ролика, и когда блогер четко говорит про УТП твоего продукта, то есть реально не когда он просто рассказывает, а у него там стоит что-то на столе, и у тебя там ссылка в описании, а когда он реально говорит очень четко про УТП твоего продукта, про какую проблему решает и так далее. Не твоими словами, а своими, потому что он лучше понимает, как общаться с его аудиторией. Но они, как правило, сами креативят на эту тему. Потом дальше ссылка в описании, и желательно еще интерактив в комментах, то есть какой-нибудь приз за участие в комментариях, и в комментариях нужно накупить фейковых еще комментов для того, чтобы разбавить все. То есть поднагнать своих знакомых десяток-двадцатку, чтобы у нас пошли дальше? Да, биржи есть для этого специально. Где это лучше делать? В начале видео, в конце, в середине или это зависит от органики? То есть, как это вообще у блогера? Смотри, какой блогер, так сказать. Если честно, замеров не делали. Лучше, наверное, в середине все-таки. В конце, потому что проще промотать. В начале ты думаешь такого, господи, what the fuck, и проматываешь. Я уверен, что в какой-нибудь версии, реклама в начале, она совершенно неэффективная. Поэтому лучше в середине. Как там Big Russian Boss делает. Смотрите, у вас есть специально для всех подписчиков канала предложение. По скидке можете пройти по промеченной ссылке. А для тех, кто наиболее смешно обыграет название, для тех мы еще разыграем приз в комментариях. Для того, чтобы у тебя люди в комментариях поддерживали информацию о продукте и оттуда же обселились в ссылку с промеченным описанием. Прямое действие. Если вы хотите приобрести, вам уже это понравилось, идите, смотрите. Да. Или есть такой вариант. Вот у нас такой конкурс, бла-бла-бла. Креатив. Ага. Блогеры сами креативят. А как проконтролировать и как им довериться в этом креативе? Потому что они могут так накреативить, что… Обязательно построить процесс согласования. Ну, то есть ты блогер… Что нужно? Блогер снял что-то, ты транслируешь ему полностью УТП продукты, что бы ты хотел от него, не вдаваясь в детали того, как он это должен сделать. Он тебе присылает то, как он снял. Ты можешь сказать «да», либо сказать «нет» и аргументированно объяснить, почему «нет». А после этого он переделывает до того момента, пока ты недоволен. Ну, просто эти переделки, доделки могут быть вечно. Он может сказать «ребят, все, я вам предложил уже, все, давайте так делать». Или просто ему это невыгодно, или просто так не сталкивались с этим. Самое главное – не переводить ему деньги до того, пока он не сделает то, что тебе нужно. Это через сервисы или вручную? Нет, вручную. Это если вручную? Да. А блогер требует вообще предоплату? Ну, некоторые требуют, но мы, как правило, никогда на это не идем. То есть ограничиться тем, что УТП – такой продукт, предложи, как можно сделать? Да. То есть он даже, может быть, видео не снимет, он просто расскажет идею? Да. Бывает, что он снимет, а потом вы корректируете по другому? Да, ничего там страшного нет. Главное – не бояться говорить, что тебе не нравится. А часто бывает, что он впадает в то, что нужно? Да, бывает. Предлагаете вы или как? Нет, мы расходимся просто обычно. То есть, скажем, 20 вариантов из них, десятка отвалилась? Я не думаю, что я лучше, чем блогер, смогу поговорить с его аудиторией. Соответственно, если он не хочет постараться их сделать, что-то нормальное, значит, видимо, не судьба.